Добрый день! Перед вами развязка Ленинградского шоссе и Беломорской улицы. Вот вы только раз видите мост над началом Беломорской улицы. И вдалеке виден канал имени Москвы. В удаленной перспективе продолжением Беломорской улицы будет мост через Москву-реку. И дальше он как раз будет убираться еще в одну улицу. Ленинградское шоссе реконструируется и расширяется довольно давно. В последнее время работы не производится. Был вот здесь вот уширен въезд на Ленинградское шоссе со стороны Беломорской улицы. Была создана буквально год или два назад разгонная полоса. Она где-то тоже год назад, прошлой осенью, менялся бордюрный камень с обычного на гранитный. Вот такой гранитно-мраморный, скажем так. А здесь вы видите реконструкцию конечной остановки 58-го троллейбуса, затянувшиеся из-за смены подрядчика. Была такая старая здание. А сейчас будут строить более современное. Вот самая Беломорская разведка достаточно большая. Она даже вот внутри себя содержит плоскостную парковку одноуровневую. Вот эта вот эстакада через Беломорскую улицу, она будет реконструироваться, расширяться. Ну, сейчас она является одним из узких мест, не считая моста Победы, которые находятся у нас в другом конце Ленинградского шоссе. Что здесь будет происходить в ближайшее время, то есть ее расширит. Что еще здесь, в более восточной части находится стройплощадка метро Беломорская, поэтому развяз, нагрузка на Беломорскую улицу возрастет. Каждый вечер мы наблюдаем на Ленинградском шоссе пробки, особенно в конце недели, в будние дни. И утром иногда даже можно наблюдать пробки на въезде в Москву. Здесь основным вздерывающим фактором является узкая трехполосная дорога в Химках. Ее не расширяют из-за того, что есть концессионное соглашение с платной дорогой, по которому в течение нескольких десятков лет эта дорога в Химках не будет расширяться. Хотя там, в принципе, технически это можно сделать, там каких-то огромных домов, которых вплотную дорогу и в дороге расположены, нет. То есть, в принципе, все это расширяем, и там мост тоже еще один можно расширить. Здесь, когда расширяли Ленинградское шоссе, не поставили никаких шумозащитных экранов. С двух сторон, точнее, вот с одной стороны здесь есть парк, а с другой стороны прямо вплотную большие дома, и туда переселяли жителей сносимых пятиэтажек. Вот поэтому они все, конечно, застекляют. Шум, гул, смог от пробок. Вот не самое приятное место для проживания. Развязка здесь вполне пока справляется со своей нагрузкой. Пробка возникает также вот здесь вот на Беломорской улице из-за светофора. Хотели сделать подземную пешеходный переход на перекрестке Смольной и Беломорских улиц. Вот, но даже, несмотря на то, что это было включено в проект, на одной стадии его все-таки исключили для удешевления и ускорения строительства. Поэтому будет только один пешеходный переход с одной стороны Беломорской улицы на другую сторону. Вот, надеюсь, что где-то через годик другой, третий, все-таки достроят у нас станцию метро Беломорская, и дальше еще будет метро Ховрина. И поэтому они оттянут от себя пассажиропоток с перегруженного станцией метро Речной вокзал. Здесь вы видите также на этом перекрестке интересное круговое движение. В Москве не так много круговых перекрестков, и относительно много их в Северном округе. В частности, вот здесь один из них. И здесь тоже обращайте внимание на знаки, когда будете ездить, не засматривайтесь на эти проплывающие кораблики, а следите, чтобы все вам уступали. Здесь тоже вот на съезде с Беломорской развязки на Беломорскую улицу, тоже здесь обратите внимание, здесь нужно уступать помехе слева. в соответствии со знаками. Спасибо большое за внимание. О развитии дорожной ситуации смотрите видео на моем канале. Продолжение следует...